Всем привет! Меня зовут Виталий Карпанов, и я признаюсь вам, что в этом году я хотел показать своей заебали! Помните вот эту песню? Я покажу своей заебали! Да, друзья, но, как вы понимаете, пандемия, мамма миа! И всё вот это вот, что происходит, поэтому отдыхаем где? Отдыхаем дома, в Беларуси! Ребята из велосипедного клуба Минск подогнали мне велик, и что я буду делать? Я буду составлять маршруты, гонять, крутить педали и отдыхать дома! Вы готовы это посмотреть? Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яна, это что, все будут на бусиках и на машинах, а я буду крутить, да? Да! Вы серьёзно? В 40 градусов жары? Получается, все будут пить пиво нулёвку, Балтику, да? Возле костра Виталий будет крутить? О, слушай, ну супер! Очков нету? Яна, очки сюда надо ещё, о, покажи его, сферматик, посмотри! А это же я буду ехать быстро, и мухи могут лететь в глаза! Норм? Я слышал, что если очень долго крутить, ну у меня уже есть двое детей, ну может и хватит? Ну там вот это вот, на всё вот это вот... А, ну да, если для удовольствия, да! Вы шли 200 километров в Тур-де-Францис! Тоже верно! Ребята, я хочу сказать, что это шикарно, это то, о чём я так давно мечтал! Велосипед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, наша задача прокатиться и посмотреть, куда можно поехать, ну допустим, на велике или где-то пройтись пешком. У нас в стране очень много классных экологических троп, где можно проехать, прокатиться, посмотреть. Также куча, огромная куча, большая вот этих всяких историй, баек, легенд, которые надо посмотреть, проверить, потрогать руками. Где-то цмоки есть, я слышал, где-то есть прикольные какие-то развалины, агроусадьбы. В конце концов, надо, знаешь, что посмотреть? Надо отъехать из Минска и посмотреть, а девчонки там, ну какие? Ну что, друзья, мы стартуем, крутим педали в Витебскую область. Бегом, Аль, встречай! Ну что, друзья, въезжаем в Бегомоль. Кстати, это не деревня, это городской поселок. Год основания 1582. Получается, что Бегомоль появился на 400 лет раньше, чем я. Крутим дальше. Когда-то Машеров хотел видеть на месте Бегомоля город-сад. Как вы поняли, это желание так и не реализовалось. В поселке с таким маленьким населением около 8 памятных знаков. Перед местным Домом культуры даже сохранился памятник Ленину. На чем бы и куда бы вы ни ехали, проезжая через Бегомоль, невозможно пропустить место, где стоит вот этот самолет Ил-14. Дальше, чуть позже, поставили танк, ну и вот эту пушку. Здесь всегда собирается много детей, просто желающих посмотреть, а настоящий ли самолет. Попробуем и мы. Мне кажется, много энтузиастов, которые пытаются даже завести этот самолет, провернув лопасти. Ну что, рискнем? А вдруг? Валера, подсосать надо! Что пудово, что-то с бобиной. Постоянно гастролируя, проезжая с дроздами, то в Витебск, то в Глубокое, то в Полонск. Мы все время хотим заехать сюда, но так и не доводилось. А сейчас посмотрим. Допедалировал, докрутил до танка. И что хочется сказать, друзья? Не размер главное. Мы продолжаем колесить по стране на велосипеде. Напротив самолета я заметил что-то интересное. Подъезжаю ближе. Сфоткала. Сфоткала? Да. Я моргнул. А, подожди, я в очках. Давай теперь. Теперь точно сможем. Есть? Да. Ну что, друзья, продолжаем дальше кататься на велике. Впереди нас ждет церковь всех святых и деревня Бабцы. Ай, хлопцы, ай, молодцы. Едут в леску, о, Бабцы. О, дом культуры. А рядом настоящая сцена. Ну, я же человек культурный. Можно и выступить. Дамы и господа, шоу Велобайки продолжается. Додумался. А сколько в моем велике лошадиных сил? Или это по-другому меряется? Что быстрее, на четырех ногах или на двух крутить? Яна, а где мой райдер? Опять артисту все самому. Ну что же, сейчас посмотрим, что у них тут. Чем освежиться можно? О, безалкогольная. Грейпфрут. Там, где купили, там и пьют. Ну что, было? Было. Погнали дальше. Всего 800 метров по Бегомлю, и я нахожу нужное место. Масштабы просто поражают. Это церковь Всесвятых. Беларусь богата на такие достопримечательности, поэтому я решил закончить свое путешествие по Бегомлю именно на ней. Для казны храм не влетел в копеечку, ведь построился он на деньги прихожан. Говорят, что во времена большевиков церковь разрушили. Поломали иконостас, снесли звонницу, все имущество разворовали. После Великой Отечественной здесь находилось производство спирта. Интересно, почему именно в церкви? Далее храм вернули прихожанам, но в 2006 году из-за слабой конструкции его закрыли. Ну что, друзья, крутим педали дальше. В деревню Бобцы там тоже есть что посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, показалось. Ты слышал истории про этого кукурузного монстра? Это все выдумки. Крутим дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть больше шести километров от церкви в Бегомли, и мы приехали в деревню Бобцы на местную, так скажем, достопримечательность. И это кладбище. Нашли это кладбище в 2011 году. Есть предположение, что раньше на этом месте находился языческий храм. Оставляю свой велик, потому что на нем туда не пробраться. Пойду исследовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кладбище это непростое. Внимание туристов привлекают вот эти каменные кресты. Точная дата возведения неизвестна, но люди предполагают, что это еще со средних веков. И, кстати, таких камней тут больше тридцати. Как они появились, никто не знает, но прикольно. Сколько, почему, чьи, кто в этих могилах. Много вопросов, ответов. Как всегда, мы можем и не узнать. Вот, смотрите, такой поваленный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, кто-то важный, значимый в этой могиле. Это камень такой формы или выбивали, вырезали? Насколько в глубину? Если когда-нибудь найдут разгадку возведения этих крестов, мы обязательно сюда вернемся. Ну, а сейчас я еду в Домжевице, где нас ждет музей мифологии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оп! Этот поселок взял свое название от имени Доможир. Означает богатый жирный дом. Но, признаюсь, не хотел бы, чтобы меня так называли. А хоть кто-то вообще хотел бы. Но поеду я не в сам поселок. Меня заинтересовал Березинский биосферный заповедник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, хлопцы, подскажите, а можно? А можно мне на роверы пройти таможню? А, туда, долей. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы приехали в Березинский биосферный заповедник. Это единственное место в Европе, где сразу можно встретить волка, лося, зубра, медведя и рыся. Ну, и еще, может, льва, если, ну, перебрал в гостиницу. Ну, а что здесь есть еще, прямо сейчас и узнаем, потому что... Подрывает, подрывает. Подрывает, подрывает. У меня приятель был, как-то тоже передрал, его подрывало вообще. Ну, а что здесь есть еще, прямо сейчас и узнаем. Мы едем на встречу со специальным человеком, который об этих местах знает все. Ой, здравствуйте. Слава богу, не пришлось далеко крутить на этот раз. Здравствуйте, Юлия. Березинский заповедник здесь? Конечно. Рассказывайте, показывайте. Пошли. Пойдемте. Это кино. Сняли. Вы снимайте его, Роман. Я тут раздеваюсь как бы. Чик. Все, так а что, погнали. Вы сняли, поменяли. Это же лайф. Это же жизнь. Юля, наше шоу называется «Велобайки». Мы ездим на велосипеде и ищем истории байки, от которых прямо кровь стынет. У вас же есть музей мифологии? Ну, конечно, есть. И наверняка там есть какая-нибудь история прям ого-го. Точно, да. Пошли покажете. Пойдемте. А вот если на велосипеде едешь, можно, допустим, встретить какое-нибудь дикое животное? Да, не без этого. Многие встречались. И оси, и олени, и косули у нас. Чем вот выдающийся сам музей мифологии? Почему ему такое внимание прям музей? Что много мифов? Ну, да. Там рассказывается и очень интересная история, как во что верили наши предки. От русалок до лесовиков они верили различные. Проходили миф-ритуалы, оберегов очень много там. И там вы побытете в трех нерах. Прям вот как после выпускного, да, Элья? Да, как после выпускного. Так, ну, мы подходим уже, да? Пацаны не знали, во что списались. Они думали, тут по лайту там с машины поснимают. А что вот вас вообще за время в Березинского заповедника, вот сколько вы работаете, прям удивило? Вот, ну, или животное, или история какая-нибудь. Ну, я впервые здесь увидела медведя, и он был достаточно очень близко ко мне. Это был мой первый веломаршрут. Вот, так сказать, стажировочка небольшая. Подождите, подождите, поподробнее. Вот просто я езжу на велике. То есть я могу ехать и увидеть медведя. Да. Ну, я так понимаю, пришли. Прямо со входа меня встречает древо жизни. Оно, говорят, и символизирует три мира. Небесный, подземный и мир людей. А правда ли, говорят, что где-то я слышал, что именно через Березинский заповедник шел вот этот известный через варяг в греки? Да, через варяг в греки. И Шилковый, да, или как он правильно называется? Вот он здесь у нас проходил. Ну, тогда давайте посмотрим, что там у нас внутри. А здесь у нас мир людей, так называемый. Верили и жили люди по временам года. Различные здесь есть такие атрибуты. Некоторые декоры есть различные. То есть они жили по весне, летом, осень и зима. А, ну, было что-нибудь такое? Ну, страшно. Если и было, то нам не говорится. Ну, хорошо. Идем дальше. Это сейчас мы пойдем в подземный мир. Слушай, мой друг как-то тоже ходил в такое заведение. Ну, там тоже штора плотная. Как вы сказали чудовище, есть тут один король Бужин. Во, была дочка. Дочка Бужина Короля. Мы с ними тоже познакомимся. О! Это мир, так сказать, мир птиц. Если человек сделал много всего хорошего в своей жизни, он превратится в самую светлую и добрую птичку. Но это хорошее место, да? Мы тут набираемся добра в этой комнате? Конечно, конечно. Ну что, пойдем на мифологическую тропу. Вы обещали мне там, ну, что-нибудь кукурузного монстра. Конечно, конечно. Посмотрим. Может, кто-то вас и удивит. Ребята, пошли. Балтика ноль. Это не миф. Хорошо. Здесь у нас высажены ель и сосна. Ой, а можно на секундочку глянуть? Это прям, получается, из косточек шишек, да? И это прям как, как это, как называется? Как морковка прям, да? Это вот все не один, да? Это вот... Здесь их очень много. Шляхт Смока? Шляхт Смока – это у нас название нашего музея мифологии. Вот это вот будет мифологический фестиваль. Давайте так, Смок на русский у нас переводится... Смок – это дракон. Дракон. Шляхт – это путь. Путь дракона. Смок. Есть он белорусский, ну, как бы такой своеобразный. Смок, он белорусский, он какой? С белорусским акцентом? Он добрый вообще, Смок белорусский? Добрый. Добрый. Пошлите тогда дальше. Юля, а что это? Пушчавик. Да, это такая вот интересная инсталляция у нас. Он – сердце нашей вот мифологической тропы. А это что у него вместо пресса дырки? Сердце свое отдал природе. Я – пушчавик. Чики-чики-чики-чики. Правда ли, говорят, что если ты не женат, ты приходи сюда на это место, покачайся на орелях, и жонка знойнется. Это в своем роде, как русалки, это утопленность, которая утопилась от неразделенной любви. Я, пожалуй, туда все. Пойдемте дальше. Есть такая небольшая байка о том, что раньше путник шел в лесу самопознанием. Вот он и натыкался накладника с его лабиринтом. Что если пройдешь мой лабиринт, я исполню любое твое желание. А если нет, то твоя душа останется навсегда в этом лабиринте. Сейчас я быстро, я быстро, ребята. Так душа может отдаться, да. Все, все нормально, пока все идет по плану. О-о-о, ну типа нет, нормально, нормально. О-о-о, как будто, ну понял, да, типа ну. Есть, есть, есть. Я загадал, чтобы была теплая погода. А нам вот угощение для Валеры. Пойдемте ознакомиться. Угу. О-о. У него очень-очень длинный язык. То есть он... Любой может его покормить, он совершенно не кусается, он очень доброжелательный. Прическа какая. Валера. Можете протянуть угощение. Угощение. Валер. Ой. Валер, ты дышишь, ты мне сейчас дуешь. Тут как это? Не бойтесь. Серьезно? Не бойтесь, он максимум... А, ну вот. Слушай, вот. Вот он. Ха, анекдот вспомнил. Валер, а ты чего так девчонкам нравишься? Не знаю. Я облизнул браве. Держи. Нет, кусается. Ам-ам-ам. Ну что, как жизнь, ребята? Норма. О! О, а вот и мой товарищ. Юль, спасибо огромное, что уделили нам время, что рассказали про Березинский заповедник. Нам надо ехать дальше, нас ждет Лепель. Прекрасно, приезжайте к нам еще. Будем рады. Все, пока. Дальше я поехал в Лепель. 37 километров на своем двухколесном. Но ехал я туда не просто познакомиться с достопримечательностями. У меня была цель покруче. Мы в Лепеле, друзья. Это Лепельское озеро. По легенде, где-то здесь находится цмок. Если кто-то не знает, что такое цмок с белорусского, это не значит, что цмокать, бузькать и тому подобное. Цмок – это дракон. Где он водится? Есть ли ему памятник? Прямо сейчас и узнаем. А вот говорят, где-то тут цмок водится. Что? Цмок. Ну, дракон. А-а-а. Там это. Ага. Скульптура? Ну, я не знаю, но говорят, что он по-настоящему существует. Ну да, ну идите туда прямо и направо. Там будет сидеть. Может, оживите его. Вы, наверное, слышали, что тут появляется цмок и каждую пятницу таких симпатичных девушек, как вы, утаскивают в воду. Ну, купаться вместе, да? Спасибо. Слышали? Спасибо за предупреждение. Да, будьте осторожны. Не можно так выходить по началу. Удачи, Оля. На самом деле, цмок – это я. Да. Красота. Что-то козубы получаются от цмока. Неа. Не видно. Не видно? Ах, ну как ты мог? Я уже прям взбился с ног. Тебя искать смог. Ну вот, все сходится. Большие плавники, острые зубы и глаза, как блюдца. Ну, что там по поводу баек, друзья? Приезжайте в Лепель, на Лепельское озеро и сами все проверяйте. О, голову мне закружил. Миледи, а не соблаговолите ли принять меня в качестве скромного подарка вот эту прекрасную баночку пенного? А, я понял. Одной не обойдемся. Нет проблем. Намек понятен. Есть еще. О, да, с вами невозможно. Вы очень интересные, да? Продолжаем? Так нет проблем. Я уже все. Окрестности я посмотрел. Заеду в центр города. Владимир Ильич, опять вы? Ну, прям голову вскружил. Поехали дальше. Последним местом я решил выбрать что-то уединенное с белорусской природой и нашел. В 28 километрах есть Березинский канал. Раньше в этих местах было оживленное судоходство, а теперь здесь тихая глубинка. Ну что, друзья, на сегодня план по байкам и достопримечательностям, по-моему, я перевыполнил. Это был крутой день. Мы с командой собрались. Поехали за 100 километров в Бегомль. Увидели знаменитый самолет Ил-14, разрушенную церковь всех святых. Дальше махнули в бабцы и нашли там мистическое кладбище с загадочными крестами. Дальше мне предложили познакомиться с Зубром Валерой. Я не смог устоять перед этой встречей и рванул в Березинский биосферный заповедник. Кстати, там много интересных троп и фантастических существ. А потом я решил найти настоящего белорусского цмока. Не для того, чтобы его цмокнуть, а показать вам дракона. Он, кстати, рядом с русалкой обитает. Если хотите повторить мой маршрут, you are welcome! Вам понадобится один велосипед, один рюкзак и много хорошего настроения. А куда я поеду в следующем выпуске, пока не расскажу. Это секрет. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok